Нужно помогать Украине? Нет? Никак? Никоим образом. Мир сходит с ума. Мы стоим перед большой жопой. Путин как? Редкостный засранец. Пошел бы он нахер. Мы можем говорить о Путине все, что захочется, но я, например, католик, христианин. Для него пара. Это мужчина и женщина. Дети должны быть ограждены от ЛГБТ. Если Макрон попросит вас поехать в Украину, вы поедете? Я спросил французов. Поехали. Макрон сказал, что не исключает отправку войск. Что думаешь? У меня нет телека. Я вообще хэзэ. Что происходит? А если он тебя попросит поехать на фронт? Нет, я слишком боюсь войны. Мне страшно за свою жизнь. Русские мне ничего не сделали. Нет причин сражаться против этой страны. Нет стратегического смысла. Нет желания куда-то там ехать и убивать русских. Проезжайте, мадам, без проблем. Мы перезапишем. Сочувствую. Спасибо. Похоже, вы ей понравились. Вы тоже это заметили? Если Макрон попросит вас поехать сражаться в Украину, вы поедете? Ну, я резервист. Точнее, был им. Я служил два года. Сейчас мне 58. Пусть сами с этим разбираются. Макрон, кто такой? Мудак. Извините, но эдкостный мудак. Но нам же нужно сражаться с Россией. Россия злодейка. Веришь, что кто-то будет защищать Францию? Они все сидят на пособиях. А если надо будет действительно защищать, никого не будет, гарантирую. А ты? Что думаешь про конфликт Украины и России? Поедешь сражаться? Она русская. Правда? Ага. Путин диктатор? С чего бы он диктатор? Думаю, диктатура это больше в Японии или Китае. Для меня нет. Мы можем говорить о Путине все, что захочется, но я, например, католик, христианин. Он защищает часть моих ценностей. Для него пара, это мужчина и женщина. Дети должны быть ограждены от ЛГБТ. Меня это устраивает. Поддерживаю. Для меня это маленький Гитлер. Восстановление Союза 80-х. Видны параллели с 30-ми годами. Недавно в России прошли выборы, Путина переизбрали. С другой стороны, Зеленский решил отложить выборы. Он немного диктатор в этом случае, не? Что вы подразумеваете под этим? Украинская демократия отложила выборы. Думаю, что Зеленский пытается поступить так, как лучше для Украины. Теми средствами, что он располагает. Россия тоже воюет, но выборы провела. Да. Да, такого я раньше не видел. В любом случае, это же Путин. В Украине война. Возможно, люди не хотят голосовать. Но Россия тоже в войне. Да, но не в таком ключе. Одни атакуют, другие защищаются. Это не одно и то же. Вероятнее, демократии в Украине нет. Что бы нам в ящике ни рассказывали, я не верю им. Путин как? Редкостный засранец. Пошел бы он нахер. Я хочу, чтобы Украина оставалась Украиной. И все. Украина исторически русская. Не-не. Не. Украина это Украина. Это не выборы были. Да нет, все не так. Я больше коммунистов не поддерживаю. А настоящий коммунист, это как Лего. Это конструктор такой. И вот, против чего борется Путин? Думаю, против нового мира. В какой-то момент они тоже шли за ним. Но в итоге отказались. Обвинив олигархов в предательстве. Теперь они и враги. Враги с мировым олигархатом? Да-да. И Макрон тоже часть этого олигархата? Думаю, да. Он пытается отмазаться, но он его часть. Франция — это Запад. И если смотреть по российским СМИ... Пару месяцев назад я видел выпуск. Посмотрите, как они говорят про нас. Они злые. Макрон хочет отправить 3 миллиарда евро на помощь Украине. У меня спрашивать не надо. Я нищий. Я тоже. Меня не беспокоит. Это мы страна, которая помогает всем подряд, даже чересчур. Например? Они приезжают сюда и не работают. У них есть всякие посуды. Я не особо разбираюсь, потому что мне это не положено. Они наслаждаются жизнью, говорят, работы нет. Но она есть. Как говорит Макрон, перейди улицу и найди работу. Именно. Полностью с ним согласна. Ты любишь Макрона в итоге? Нет, я... Я тут не то, чтобы его любить. Да я прикалываюсь. Да, я поняла. Просто если нужна работа, работай. Умеренность жизни каждого в нашей стране, чтобы иметь возможность помочь стране, которой придется отстраиваться заново, типа Украины. Это справедливо. Мы должны ограничить немного. Потребление. Не немного, существенно. Нужно помогать Украине? Нет? Никак? Никоим образом. Я в жопе. Я могу заверить, что есть многие украинцы, которые живут в социальных общностях, в отличие от нас, французов. Но в любом случае странно давать 3 миллиарда Украине и миллиарды другим странам, и потом мы видим вас, продающего газеты и людей, умирающих в госпиталях. Разве это не ужас? Может и ужас. Но это Франция. Тут вот так. Что у нас общего с украинцами? Хоть что-то? Они помогают нам пшеницей. Это не Европа. Постойте-ка, они везут пшеницу, а наши фермеры страдают. Ну и ладно. 3 миллиарда, может надо дать их французам? Но мне тоже надо, я на пенсии. Конечно, деньги нужны во Франции, мы их принимаем. Даже здесь, в Перпиньяне, много украинцев, так что я против отправки денег туда. Нет национального приоритета на 3 миллиарда можно много сделать здесь, нет? Согласен, люди умирают каждый день на улицах, так что согласен. 3 тысячи евро дадут украинцам. Не 3 тысячи, к сожалению, 3 миллиарда. 3 миллиарда. Это другое дело. Что вы думаете о Макроне? Он идиот. Все, что я скажу, как он появился, я плачу больше за все. Накинет денег и поедет и воевать? Нет, я не этого хочу. Я этого не говорил. Именно это. Я сказал, что он неплохой президент. Он делает что-то для французов, конечно. С желтыми жилетами он не был добр. Это почти в духе Путина. Да. Кто вы? Да, кто вы? Кто я? Я спрашиваю людей на улицах. Сегодня тема про Украину и Россию. У нас есть парадокс. Мы поднимают цену на бензин, на 10 центов, все выходят на улицы, растут счета за тепло, все сидят дома. Так это Путин виноват. Путин виноват. Это точно не его вина. Виноват, виноват. Не-не-не, не он. Как по телеку говорят. Мир сходит с ума, мы стоим перед большой жопой. Есть пара слов о теракте в Москве. Я сожалею об этом. Атаки на мирных жителей это ужас, независимо от национальности. Кто стоит за этим нападением? Думаю, Украина. За ними, возможно, ЦРУ и евреи. Думаю, это очевидно. Достаточно подумать, кому это выгодно.